приветствую дорогие друзья с вами зидыч и сегодня по вашим же просьбам решил сделать такой необычный обзор ну как вы уже понимаете танк сегодняшнего видео это м26 и 99 новинка с ракетами с четырьмя контейнерами в каждом из которых 11 ракет 117 миллиметровых точно таких же как у калиопы но не в этом главное а в том что я сегодня покажу вам полные бои как вот просили некоторые из вас не обрезать не нарезать а прям показать полный бой поэтому я так и сделал а сейчас играется эта замечательная музыка который играл у меня в момент данного боя и мы поговорим об этом американцы пока идет бой в аркаде да сейчас у нас идет аркады позднее будет rb заметьте я не потушился пока не уничтожил т-44 это на самом деле очень важно потому что некоторые про это забывают экипаж отключается в момент тушения пожара ну это так мелочи в общем-то бр оставили машинки точно такой же как у обычных м26 без ракет и это уже говорит о том что машина должна нагибать и она нагибает дорогие друзья сейчас мы в аркаде и в принципе у нас нет серьезных таких конкурентов если только нас не закинет к мощным таким противником и кстати это произошло потому что мы воюем против брф 7 и 7 будут и 54 будут и другие опасные машины но это не проблема поверьте бой получится очень и очень интересным как видите пока что я бою веду как обычная м26 с пушкой м3 90 миллиметровкой и использую снаряды м82 которые имеют бронепробитие 165 миллиметров что мне нравится в аркаде у м26 очень быстро крутится башня она и так то хорошо крутится а в аркаде это еще и ускоренное значение поэтому мы можем спокойно как прям в контр-страйке разворачиваться и своевременно уничтожать противника который заезжает к нам с фланга ну а касаемо того почему я не использую ракеты здесь есть две причины главное из них разумеется дистанция нет смысла использовать ракеты когда вы на приличном расстоянии противника да у вас лучше баллистика полета этих ракет нежели у панцер верфора тем не менее даже в таких условиях мы не сможем нормально ваншотить противника лучше всего использовать ракеты когда в ближнем бою вам нужно срочно пока идет кд основного орудия выбить ствол с помощью ракет или же если вы зашли в борт то принципе даже можно заваншотить вражеский танк в том числе кстати и тигр что самое важное то есть я использую ракеты как вспомогательное оружие а не как основное многие думают сейчас куплю калиопу или же м26-199 и поедут нагибать с этими ракетами просто все живое это не так дорогие друзья все-таки нужно полагаться прежде всего на основное орудие на пушку м3 вторая причина это разумеется боезапас ракеты да в аркаде это не актуально потому что имеется перезарядка которая доступна даже вне точки но вот в арбе стоит об этом задуматься и стоит немножко аккуратнее использовать а вот здесь ситуация очень интересная у меня идет кд пушки я просто разрываю противников с помощью ракет и как это здорово красиво вышло дорогие друзья ну опять же советская техника настолько на картонная на легко поддается берется даже в лоб с помощью этих ракет мы можем и со вторых уничтожать в лоб с помощью ракет а вот с тиграми так не прокатит ребята нужно быть аккуратнее но опять же это все разминка как я и обещал мы попали в бой против бояров 7 и 7 эти танки я не знаю каким образом на меня нарвались сейчас будет самое интересное т-54 к ну конечно же и мы ее пробиваем нашим основным орудием м3 90 миллиметровым прямо под маску орудия под башню куда-то вот в это место и ваншотим вот она вот она сила американских снарядов вот почему я говорю вам полагаться прежде всего на эту пушку они на ракеты учитывая то что это аркадный режим у нас уже огромное количество очков мы можем несколько раз вылететь на штурмовиках на бомбардировщиках но я просто не использую это преимущество хотя мог бы и соответственно набил бы дополнительные фраги в целом сумма моих фрагов по моему уже сейчас превышает 4 или 5 но есть очень неприятный момент и эта проблема не только у м26 вообще глобальная когда вам сбивают гусеницу вы будете ремонтироваться намного намного дольше если вам например выбьют козинку как мне сейчас можно ремонтироваться минимум 100 секунд а то и две минуты то есть все зависит от экипажа в любом случае это просто невероятная цифра замечательно 2 54 тоже уничтожена как же они легко уничтожаются в данном случае конечно же был подставлен борт башни в целом игроки аркады они по моему не очень аккуратно играют даже на топовых машинах я не знаю как так можно в итоге тоже неаккуратно сыграл и подставился под иса 2 который кемперил вряд ли это аркадник наверно парень из рб потому что таким перить только они умеют ну что ж мы продолжаем и на этот раз у нас реалистичные бои карта сталинград новая интересная карта хотя я считаю сейчас она имеет свои нюансы свои минусы свои плюсы но в любом случае мы об этом еще как-то в следующем видео поговорим и обсудим данную карту в целом конечно же она пока что положительно так вот сейчас мы едем на точку которая у нас находится справа на карте справа сверху почему именно она потому что там более такая закрытая территория там больше зданий за которых можно спрятаться а именно такой геймплей нам на ракетной технике и нужен нам не нужны открытые территории где нужно перестреливаться на дистанции потому что мы не воспользуемся нормально ракетами мы вовремя замечаем тигра успеваем откатиться но к сожалению наш из не понимаешь здесь опасно и его ваншоте что ж мы будем мстить дружище мы будем мстить в итоге мы обходим с фланга благо карта позволяет потому что здесь очень много разных объездов много разрушенных зданий и противник даже не смотрит не видит что мы здесь но к сожалению нужно было чуть ниже сейчас выстрелить мы бы его пробили в нижний броневист пробую работать ракетами они вроде попадают но опять же угол не позволяет пробить нормальный противника но нарисовывается еще один враг это тигр и мы снова пробуем работать по нему ракетами на этот раз у нас все получается и мы уничтожаем врага на самом деле хотел вам показать кое-что интересное так внимание мы видим противника целимся него делаем выстрел и по нам начинает работать к гель-блиц и сейчас спроса смотрите на килком ребята просто смотрите на килком как мы были уничтожены вражеский снаряд летит в нашем направлении попадает в левую щеку башни и смотрите осколки от этого небольшого снарядика отлетают прямо в контейнер и у нас происходит детонация ну что уж мы обнаружили ахилле свою пяту даже зенитка может унижать этот танк если попадет в контейнер хотя об этом помнится говорили сами разработчики что вот в контейнер хорошо попасть и все давай до свидания дорогущий м26 т99 который стоит если не ошибаюсь больше 14 тысяч орлов поэтому дорогие друзья ни в коем случае не донать и не покупайте эту машину я возьму этот тяжкий крест на себя и буду страдать один за всех буду кататься на этой машине и получать анти удовольствие от невозможного нагиба ладно хватит нести всякий бред пора врываться заходим во фланг противнику и вот здесь мы в полном обмундировании оценим машину в реалистичных боях и так мы видим ягодного ягд тигер который стоит и даже не одупляет что здесь можем быть мы с основного орудия мы пробиваем противника наносим крит здесь пока идет кд основного орудия работаем ракетами к сожалению мы сбиваем только гусеницу но поверьте 100 секунд ремонта его явно не порадуют и соответственно мы можем поработать еще и с пантерой которая смотрит на нас и не понимает что происходит ну мы какие-то криты носим но опять же ничего пробить не можем ребята вы уже понимаете что ракеты это не самое лучшее оружие против немецкой техники особенно в лоб у них достаточно хорошая броня это советская техника достаточно хорошо лопается а вот с немцами есть определенные проблемы прямо на ходу работаем по второму противнику но сейчас ему уже будет кранты м3 перезарядилась сделаем выстрел и все остается лишь пантера я вот ее думаю уничтожил наверное сходу да вот сейчас перезарядиться выехать и сходу выстрелить прямо ей в борт и к сожалению какая-то непонятная раскачка откуда она взялась я смотрю на поверхность вроде бы ровная местность вот именно когда мы проезжаем этот момент у нас раскачка вот именно в момент вот среди основа эта раскачка откуда она берется вот прям мне не за невидимый какой-то камень что ли под этим снегом это реально раздражало в итоге сприт что я делаю просто начинаю целиться в противника с помощью ракет но у нас выбитые приводы горизонта мы не можем нормально стрелять и просто начинаю работать на шару ракетами это конечно же просто анекдот как я работаю ракетами сейчас снова смотрите выезжаю раз-два и уничтожаю в итоге уничтожаю попав по моему верхнюю крышку ну на этом я решил не успокаиваться и попробовать объехать противника с фланга в целом как вы понимаете танк на самом деле если без сарказма и всех этих дешевых шуточек достаточно хорошие ребята это тот самый m26 который так любят американцы а я имею ввиду игроки за бугром и соответственно в принципе он достаточно популярен и в нашем ру сегменте поэтому как вы уже можете догадаться ракеты действительно дают ему серьезные преимущества если например у вас какой-то ближний бой на дистанции разумеется это обычный m26 который еще уничтожается легче за счет того что вы можете попасть ему в контейнер который может быть торчит где-то и соответственно его просто заваншотить даже не пробивая броню это конечно же его ахиллесовая пята поэтому здесь двоякая ситуация с одной стороны он нагибает на порядок лучше с другой стороны он на порядок более уязвим из-за этой особенности вот я сейчас вынужден прятаться и ждать пока противник отвернет сейчас немножко отвернул и я ему пробиваю сейчас в район казенки противник практически полностью выключен но в любом случае я считаю что это видео было полезно и тем кто не сможет задонатить такую приличную сумму потому что ну реально эту ахиллесовую пету было важно показать и многие ребята в отместку за то что не могут себе позволить у них нет бабла а будут мстить донаторам которые купили такую машинку уничтожая их с помощью как раз этих контейнеров и детонируя ну или же правильнее сказать провоцируя детонацию зарядов в общем-то из ракетной техники остался лишь бм-8 24 если вам интересно ее чтобы я осветил ну тогда пишите коменты оставляйте коменты я тоже за нее возьмусь целом конечно же кратко потому что я уже как-то слишком долго обозреваю наземку хочется снова переключиться в авиацию потому что там ждет очень и очень интересная новинка да так что ребята прошу ставить много пальцев и соответственно подписываться на канал всего хорошего друзья и удачи вам воздушных и зимних баталиях war thunder удачи